Всем привет, вы на канале Убиваю BPM. Когда-то, в период начала двух тысяч десятых годов, творчество Оксимирона запустило некий тренд на то, что рэп-музыка может быть более осмысленной, более разнообразно тематично и музыкально. Будет рассказывать не только о быте, а о чем-то, над чем придется порассуждать, что заставит переслушивать трек и улавливать новые смыслы. Но перед тем, как мы начнем, хочется посоветовать вам крутую вещь. Hustle.rf — это магазин крутых кроссовок и одежды по самым вкусным ценам. В ассортименте более трех тысяч моделей кроссовок и все в наличии. На сайте только реальные отзывы покупателей магазина, которые можно проверить. Удобное оформление заказа и отзывчивая поддержка профессионально помогут подобрать правильный размер. Самое главное, у ребят есть бесплатная доставка и оплата при получении. Также только для наших подписчиков действует промокод BPM, дающий скидку аж 30%. Заходи на проверенный магазин и убедись сам. Ссылка в описании под видео. Ну а мы начинаем. Еще тогда многим репортистам, которые уже стояли на передовой тогдашнего хип-хопа, совсем не понравилось то, что они услышали в музыке Мирона. Называли это набором слов на потеху школьникам, которые просто будут восхищаться тем, что артист знает столько новых для них слов. А что касается текстов, допустим, того же Оксимирона, которыми сейчас, скажем так, все медиа просто восторгаются. Ну, флаг им в руки, пусть восторгается. Есть старое доброе слово «выскочка». Выскочка – это когда ты знаешь три имени, ну, например, Гегель, пусть будет Ньютон и Ремарк. И ты имя импровизируешь, жонглируешь перед собеседником, вот так вот, как бы, видишь, и вот видишь Ньютон, на, вот видел, вот, хоп, Ремарк, раз. Если мы говорим об эмоциях, то там только одна эмоция, ну, недовольство окружающим миром. Да что говорить, даже сейчас современные артисты не принимают этого в его творчестве. Значит, что касается Оксимирона, чуваки, да, возьмите любой трек его, просто поставьте, послушайте, несколько раз послушайте, а потом поставьте бандану и послушайте ее несколько раз. Я думаю, у вас вопросов никаких не будет. Не качал головой, не подадим его трек. То, что он пытается тараторить и каких-то сверхинтеллектуальные слова вставлять, это не строит его технику и его флоу и его подачу. Однако спустя время так совпало, что жанр слегка переродился и наполнился многими артистами, чьи строчки хотелось разбирать и замечать яркие необычные метафоры. Сейчас в хип-хоп чартах альбомы, которые в первую очередь сделаны с уклоном на вайп, на звучание и ритм. Что, конечно же, глупо отметать, ведь хип-хоп изначально отличался мощной энергетикой и звучанием. Однако есть артисты, которые появились не настолько давно, как тот же Мирон или ETL, но тем не менее зацепили слушателя не только звучанием, а в первую очередь, наверное, именно текстом, строчками и образами. Пирокинезис. Давайте узнаем, какую роль этот артист играет в современной хип-хоп музыке прямо сейчас. Однажды мы уже делали ролик, где разбирали альбом Пирокинезиса «Питер, чай, не Франция», где уже само название отсылает к русской поэзии, а именно к Осифу Бродскому. Вообще, у Андрея, так зовут самого рэпера, отлично получается создавать в творчестве свой отдельный своеобразный мир со своим настроением, что можно назвать отличным качеством для артиста. Музыкант родился 16 декабря 1995 года в Краснодаре. Первые записи Андрей сделал, когда учился в 11 классе. Тогда он узнал, что у его приятеля имеется собственная студия. Он отдался творческому процессу, занялся сочинением текстов и музыки и даже забросил учебу. Затем исполнитель пробовал себя в онлайн-баттлах, в одном из которых дошел до финала. Ты умный и начитанный, да, но только не тут твой коэффициент интеллекта, для меня это корень из двух. В 2014 году он отправился в Сочи, чтобы поучаствовать в баттле «Слово Краснодар». Викплюсы симбы, рэпа симбы в том, ему дают, минусы дают за щеку. 2015 год открывает новую страницу в творческой биографии автора. Андрей издает дебютную пластинку под названием «Пять». В альбом «Музыкант» включил пять треков, в которых коснулся личных тем. Такой художественный ход пришелся поклонникам по душе. Многие оценили откровенность и искренность текстов песен, а также и гармонию с музыкой. В этот же период он представил публике еще один релиз – «Блэк Рос Рэд Рос». В пластинку вошли восемь композиций. И также в том же 2015 году артист порадовал фанатам выходом третьего альбома под названием «Burn to Die». Неплохая продуктивность для начинающего тогда артиста, согласитесь. Однако не только продуктивность отличала релизы, а в первую очередь сочетание текстовой составляющей и музыкальной. В следующие несколько лет рэпер продолжил регулярно выпускать по несколько альбомов в год. Многие были записаны при помощи Steddy, которого иногда даже можно услышать в куплетах. «Как причина удержаться от соблазна, люди как причина умердит в себе беспечность, жизнь под золом жрецей скатила сущность, я слушаю его в сердце, заряжаю пули». Он тогда положительно отзывался на «Творкси». Я подумал, была не была, короче. До того момента, это было 30 человек в группе, короче. Я предложил ему фиток, короче, он неожиданно согласился. Я согласился, когда я ехал в маршрутке в универ. Слушатели «Пирокинезиса» отмечают, что тот постоянно экспериментирует со звучанием и не боится этого. Каждый новый альбом обладает своим собственным и неповторимым стилем. Из увлечения Андрей отмечал изучение философии. Также он фанат автора культовых романов Виктора Пелевина. Также Андрей отметил Шекспира как одного из своих любимейших писателей. На самом деле, у меня, наверное, больше писательского мира. Наверное, Пелевина у меня больше всего повлиял. Пелевин – это еще тот философ. Шопенгар на меня сильно повлиял. Алиберт Камюки, правда. Киркегор мне очень понравился, особенно его «Четыре пути становления личности». «Я люблю поэзию, я люблю поэтов, но я просто не очень не люблю весь «Четыпафос», который вокруг него строится». Часто про свое увлечение литературой отзывался и Оксимирон, что, как и у Андрея, можно было заметить в содержании песен. От отсылок до поднятых тем. Что касается новых релизов, то эти работы ничем не хуже первых. Это интересный индивидуальный подход к музыке, где сама музыка, обложка и тексты наполнены своеобразной и всегда слегка мрачной атмосферой. Как вы считаете, можно ли назвать пирокинезиса артистом, который современной рэп-музыке задает тренд работать не только над вайпом и имиджем, но и над глубиной строчек, как когда-то этот тренд невольно запустил и Оксимирон? Типа Оксимирон — это голограмма, это прогресский пэк. Текст Оксимирона пишет 32 человека. За визуальный образ Оксимирона отвечает... Текст фильма Травусон. Подрачный? Нет, серьезно, там вот... А это, короче, визуальный образ. То есть Оксимирон — это голограмма. А на сегодня это все. Пишите мнение в комментариях, обязательно подписывайтесь на канал и следите за выходом новых роликов. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok